Здоровая мама недоношенного ребенка не рожает. Это очень слабый ребенок. Они могут часто погибнуть из-за присоединения внешней инфекции, внешней среды. Состояние здоровья женщины после родов восстанавливается только через 3,5 года. Это у меня уже 4-5 детей. В Кыргызстане снизилась младенческая смертность. Даже сейчас ежегодно умирает более 2000 новорожденных. Только в столице мы теряем 20 детей из 1000 родившихся. В чем же причина и как этого избежать? На первом месте среди причин младенческой смертности состояние, которое возникает у ребенка, когда он еще находится в утробе матери. Чаще всего это касается недоношенных детей. В Бишкеке малыши, родившихся раньше срока, выхаживают в 4-м роддоме. Малыш Рамазан – второй ребенок Бунисы. Беременность, по словам женщины, протекала хорошо, никаких угроз не было. Никаких угроз, ни тонуса. В общем, активная была всю беременность, никаких проблем не было. И вот на 33-й неделе, получается, у меня начали боли вниз живота. И ходить было как бы уже тяжело. Я приехала, сдала анализы, сделали УЗИ, что у меня симфизит, и положили на сохранение. И оттуда уже выявилось, что у меня вот отслойка, и сделали экстренную операцию. Из живота начала болеть, тошнота, рвота, голодная, горь. Вызвали дежурного врача. Она измерила. В общем, давление у меня начало снижаться. Да, 40 на 30, в общем, было пульс был 150-160. И вот, как бы они уже этот, увидели картину и сказали, что у меня отслойка. Что надо срочно оперировать. Вот даже срок маленький, надо спасать и маму, и малыша. Ну, операция где-то около часа, наверное, днилась. После операции маму с малышом забрали в реанимацию. В палату их перевели на 12-13 сутки. Врачи объяснили Бунисе, что главная причина симфизита – нехватка кальция. И таких женщин, как она в последнее время, стало много. И моральная поддержка очень важна в такой период, когда ты не знаешь, что у тебя на ужин маленький. И вот моральная поддержка тоже очень бесценная. Спасибо всем коллективу в реанимации. Я очень благодарна ухаживать за каждым ребенком, за своим. За год четвертый родом принимает около 11 тысяч женщин. Более 10% родившихся здесь детей недоношены. И их число с каждым годом растет. Три года назад было если 10%, на сегодня они 11-12%. Причина может быть разная. Это может быть, первое, это здоровье матери, которые здоровая мама недоношенного ребенка не рожает. То есть есть проблема со стороны здоровья матери. Это может быть наши особенности питания, это стрессы. Но самая частая причина, по научным данным, это инфекция. Это может быть у мамы, может быть, острая инфекция была, или это хроническая, которая была в организме матери беременной, но как каким-то причинам влияет на ребенка. Инфекции перинатального периода, они прямо отражают состояние наших матерей. Это инфекции, которые бывают до родов, в родах и после родов. Цитомигаловирусная инфекция, герпесвирусная инфекция, вот они входят в состояние, связанное с перинатальным периодом, вот инфекции специфичные для перинатального периода. Затем бактериальные инфекции, это вот специфические инфекции, туберкулез, хламидиоз, микоплазмоз и так далее. Опасность также в том, что инфицированная мама может заразить плод, а это зачастую провоцирует выкидыш или преждевременные роды. Три вещи, которые убивает ребенка до рождения, во время рождения и после рождения. Это бактериальные вагинозы и вагинит у беременной женщины, которая не является заболеванием, передающим полным путем, но его нужно диагностировать и лечить. Если его не надо лечить и не диагностируешь, то он вызывает преждевременный род или выкидыши, или внутритродную инфекцию у плода. Вот здесь роль акушегинеков очень важна. Не только акушегинеков, но и семейной медицины. Да, вот здесь. А второе, это у нас мочевая инфекция. Здесь роль также семейной медицины. Насколько мы даже во время беременности, эта мочевая инфекция не дает никакой симптоматики. Поэтому пропускаются эти состояния, поэтому люди не подозревают и не думают, что откуда у ребенка может быть внутритродная инфекция, печень увеличился, откуда у ребенка порог развития, что за инфекция повлияло, что есть незаращенные протоки, незавершение формирования клапанов и так далее. Ну вот банально доказана связь между даже кариесом или пилонефритом у беременной, который потом отражается на состоянии плода. Преждевременно они рождаются, даже если пороги не появляются у плода, но они преждевременно рождаются. А преждевременно это очень слабый ребенок. У Кемюш на 33-й неделе путем к кесарево сечения родилась двойня девочки. В родильный дом ее привезли на скорой. Один раз я болела гриппом, когда я сдала анализ, она так сказала. Мой гинеколог на летающем говорила, что у меня инфекция. Именно гриппез, да? Вот такой. Я лечилась, все препараты, все уколы, все уколы, все уколы. Из-за чего у меня вот... Вот так что воду я не знаю. Врачи спрашивала, говорят, это же в любом случае инфекция. Это у меня уже четвертые роды, а беременность получилась восьми. Розила я недоножных детей, а то с третьей неделе беременности путем к кесарево сечения. Девочек сейчас лучшее улучшение, и уже каждые сутки мы уже набираем вес, как поиска. У меня не уколы церадудия. Сначала он будет в кулезе, а сейчас вот я уже по одному беру и кормлю. Ребенок, рожденный в срок, проходит все положенные этапы. Он сам дышит, сам берет грудь, и дополнительных манипуляций от врачей не требуется. Организм недоношенного ребенка к родам не готов. По статистике, недоношенные дети не выживают, потому что у них незрелые легкие и внутренние органы. Ребенок не может сразу адаптироваться к внешней среде. То есть он должен сам дышать, он должен то, что питается, должен усваивать, он должен жить в нашей среде. А если организм не готов, соответственно, мы должны поддержать. А если поддержать, это искусственная вентиляция легких, это аппаратура, это дорогостоящие лекарства, это работа врача, это медсестры, которые круглосуточно должны смотреть за этим ребенком. То есть это очень огромные деньги, которые нужно именно вложить на этого недоношенного ребенка, чтобы этот ребенок жил и выходил именно в наших условиях. На втором месте среди причин младенческой смертности врожденные пороки развития. И они зависят в том числе от питания женщины. Это микроэлементы и макроэлементы, которые нужны, как стройматериалы для нашего эмбриона. Вот желательно во многих научных исследованиях говорить очень много компонентов, там не только фолиевая, не только там витамин D, омега, не только там железо, но и другие компоненты, там витамин А, С, холим, другие полезные вспомогатели микро- и макроэлементов. Но доказано наукой, что хотя бы базовые вещи, если будут даваться женщине в организме, она понятна, даже если живет в хорошем районе, но все равно кишечник, желудочно-кишечный тракт не позволяет полноценно усвоить и непрерывно постоянно обеспечивать оптимально эти запасы. Поэтому женщине рекомендуется, даже если хороший анализ, даже если пищевой статус хороший, дома холодильник, как сказать, более оптимальный, все равно рекомендуется ежедневно средними такими порциями получать эти дополнительные витамины и микроэлементы. Ну, однозначно, это фолиевая кислота. Примечательно, что фолиевую кислоту женщина должна начать принимать до зачатия. Также важно следить, чтобы во время беременности в организме будущей матери было достаточное количество йода, железа, кальция, витамина D. Поэтому медики неустанно повторяют, что беременность нужно планировать заранее. Не обращая внимания на состояние своего здоровья, состояние здоровья женщины после родов восстанавливается только через три с половиной года. Она только через три с половиной года может родить следующего ребенка. У нас вот здесь, даже в нашем маленьком отделении, где лежит сейчас 40 женщин, можем спросить, какая женщина родила через три с половиной лет. Из этих 40 женщин, но пять женщин возможно. А остальные 35 они рожают ежегодно или через полтора года. Естественно, ее состояние не готово. И вы прекрасно знаете, что страны Центральной Азии женщины подвержены анемии. Это силу нашей особенности питания и так далее. В Минздраве гордятся тем, что младенческая смерть снизилась. Для этого в стране реализуют различные программы. Осталось только научить родителей обращаться за медицинской помощью. Вот государство должно всегда предупреждать о рисках, предупреждать о всевозможных последствиях и самое главное поддерживать и родительскую пару, и мать, и ребенка, и врачей, которые занимаются в службе родоспоможения, в службе охраны матери и дитя. медики должны все усилия и государство все усилия предпринимать для того, чтобы исключать вот эти факторы, которые приводят к смертности, то есть усугубляют ситуацию, приводят к осложнениям и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok